Билетов на ёлки не достать. Театральные кассы Новосибирска остановили продажи на новогодние спектакли в декабре. Екатерина Гагарина выяснила почему и узнала, есть ли альтернатива детским театральным постановкам. Новогодние суеты в городе пока незаметны. Только-только появились на витринах первые украшения, до ёлочных базаров минимум месяц. Есть время и подарки выбрать, и меню праздничного стола придумать. Но если битву за лакомство начинать ещё рано, то битва за зрелище в эти минуты в самом разгаре. У Марии и её сына Артёма на праздники намечена культурная программа. Решили начать с театра. В «Глобусе» в декабре новогодняя премьера «Звёздный мальчик». Ну это атмосфера, атмосфера театра, атмосфера именно актёров, чуда. Когда закрыт занавес, когда он начинает открываться, и дети за выражёнными глазками смотрят всё же, что же сейчас произойдёт. И это же особенно необычные спектакли новогодние. Продавать билеты на ёлку в «Глобусе» начали 1 ноября. Средняя цена, как и в других театрах, 350 рублей. 14 тысяч контрамарок разобрали за 10 дней. Сегодня, на декабрь, уже не достать. Удалось купить билеты только на январь. Очень хотелось, конечно, перед Новым годом попасть на спектакль, но ни одного. Даже на самом последнем ряду билета не осталось. Каждый Новый год здесь новая сказка. Возможно, в этом причина ажиотажа. Плюс ко всему мы ещё и работаем с разной возрастной аудиторией. В прошлом году мы начали этот проект, «Бэби-театр» он называется. И туда могут приходить родители со своими детьми в возрасте 0+. Мы проверили. Кроме «Глобуса» праздничная премьера только в кукольном. Билетов на декабрь тоже нет. По соседству в ДК «Октябрьской революции» шоу «Ростовых кукол» на любителя. Детские сказки в канун праздника покажут «Красный факел», мускомедия, театр Афанасьева. Кое-где репертуар откровенно устарел. Интернет пестрит афишами новых и недорогих новогодних антреприз. И тут, покупая билет, приобретаешь кота в мешке. Мы решили найти спектакль в сети. Из семи персонажей трое деревья. Полагаться можно только на отзывы. Не понравилось. Скучно, неинтересно, даже нет злодеев. А наш ребенок в восторге. Рассказывал бабушке про зайцев, перед сном вспоминал какие-то моменты. Очень добрая сказка. Побольше бы таких. На самый новогодний спектакль «Балет-щелкунчик» вы еще успеете. В новосибирском оперном билетов много. Если, конечно, не смутить цена. В среднем полторы тысячи. А 31 декабря из первых рядов портера взглянуть на Мышиного короля. Гостям театра предлагают за 3 200. Екатерина Гагарина, Денис Евстигнеев и Андрей Куропаткин. Вести Новосибирск.